Добрый, добрый, добрый день, друзья! Ну что, последний тур, он важный самый. Медийная хоккейная лига, последний игровой день регулярного чемпионата России. Эта команда устроит только победа. Пять очков, и при этом нужно не только побеждать, желательно, в основное время, да, но еще и ждать, что чисто Питер очков не наберет. Пропускала в первом периоде и фактически отдала игру НБСК. То есть, с одной стороны, чуть больше интриги в нашем турнире появилось, а с другой стороны, правда, во всех смыслах, сенсационный результат вчера был. Ну вот так вот, оказывается, Батрак не зашел в раздевалку, и все, и команда... Вот, в общем, поехали, Хоккей Бразерс против звезды России. Выигрывать нужно всем, понимаем, о чем я сейчас говорю, да? И сейчас очень важный, очень важный... Ну и вот так начинается. 1-0, 1-0, звезда России открывает что-то в этом матче. Сергей Холоднов попадает в дальний угол, зацепил шайбу Игорь Паутов, но поймать он ее не смог. Я бы не упускать ее из виду, но здесь, как мне кажется, как раз защитники вратарю своему не помогли. Они скорее помешали, потому что момент броска, как таковой, наверняка он и не видел. Да, он уже шайбу эту взглядом в процессе полета ловил. Ну вот этот ракурс нам больше даст понимание вот в этом плане. Ну да, скорее всего, не видел. Ну там и высота полета была такой, что практически без шансов. Звезда России быстренько открывает что-то в этом матче. Хорошее начало с хоккейной школой. Так, ну и вот опасно вдвоем против одного. Пим будет отдавать или нет? Он бросает сам, отбивает, соответственно, Михаил Голубков. Выглядит. Так, еще момент, плохая смена. Денис Качин отдает налево. И один-один. Один-один. Сева забивает. Сева забил. Убежали, наказали. Один-один. Видите, один поменялся, второй выходил. И поэтому вдвоем против одного убежали. Качин сыграл на Крамарева, и Сева попал. Ну вот Сева, что умеет, так это попадать. Крамарев решил, конечно. Он тут обязан был бросать именно в дальний верхний угол. Ситуация к тому располагала. И он исполнил этот бросок на самом высоком уровне. А вот отсюда попробовать. И казалось, что шайба уже там в сетке затропыхалась. Но с внешней стороны. 3-3 Тьяченко. 3-2. Атака 3-2. И ударная позиция. Передача хорошая. Сумел справиться с этой. Самое простое решение. Но Корней из-под защитника в ногу попал этот блок. И вот опять за ворот. Там Корней. Так, а вот тут может он и сам выскочить. Забил. Забил. Корней. Ну просто легенда. Какая шайба. Выскочила за ворот. Он развернулся и в дальнюю. Да, не сильно, но ювелирно под дальнюю штангу. Так что галкипер звезды России уже не реагирует. 2-1. Фоккет-бразерс выходит вперед. Это решение сейчас, которое будет от восьмого номера от Ивана Журавлева. Ну да. Ну да. Он поехал как бы и в честь. Конечно, конечно. Корней смотрит. Ты едешь справа. Ну я поеду слева. Ну может быть конечно Журавлев рассчитывал, что его кто-нибудь подстрахует. Да никто его не подстраховал. Да, ну и получается так, что Корней, естественно, ближе к воротам. Укрывает эту шайбу корпусом. Разворачивается и низом в дальний угол ювелир. Большую часть времени, конечно, Хоккей-бразерс. Шайбу контролировали. Создавали момент. И еще один. Воскакивает на ворота соперника сейчас, пусть и под углом. Там человек, который джойстиком палец себе, возможно, сломал. Но у него есть еще девять. Так что... Можно правда так. А вот это интересно, это удаление. Это зачем? Ну это было лишнее, конечно. Это было лишнее. Я вообще не понял, с чего там началось все. Оба уже едут, оба едут. 92. 92. Так, ну 92 это Афанасов. Претело, конечно. Давай смотреть, что там произошло, с чего все началось. А... Ну подожди. А, я понял, так с чего все началось. Не, я... Слушайте, я... Тут... Я так скажу, Челядинов тут легко отделался. Челядинов тут является инициатором драки. Смотрите, он разворачивается. Но это вообще ужас. Я понимаю, что дали ему на одну минуту больше, но я бы выдал на несколько минут больше. В принципе, по факту здесь, ну, как бы судьи разобрались. И удалять Челядинова, ну, это поджигать игру в том числе. Не знаю, это точно. Смотрит на площадку Иваныч. Отдает передачу назад под синюю линию. Получает обратный пас под бросок. И 3-1! Корней! Тащи ее из девятки! Это было идеально. Но разыграли как... Ну и Корней выводили лучшего снайпера. У него, получается, было 9 плюс 2, теперь 10. Я думаю, что Корней первый человек, кто выбил десятку в плане голов. Ну, скорее всего, да. Скорее всего, да. Я, честно говоря, врать не буду. Самая постоянная команда в плане состава, в плане сочетаний. Команда давным-давно сыгранная. Команда, которая не менялась на дистанции регулярного чемпионата серьезным образом. 3-1! После первого периода Хоккебраза впереди. Первые же атаки фактически соперника пропустили. Ну, а потом три безответные шайбы забросили. Молодцом! А сейчас у нас еще и драка, да? Уже после окончания первого периода. Ой, пошло-поехало. Нашла коса на камень. Зря, конечно, некоторые... Хотя нет, со скамейки вроде бы там. И Настя за этим всем наблюдает. Такая думает, ой, мальчики. Поехал своим корабликом. Оставил он шайбу в чужой зоне. Передача. Вот момент. И вот это уже было неплохо. С пятака атаковал Константин Тищенко. Потому что бы отыграть второй шайб. А вот теперь есть возможность в контратаку убежать. И хороший перевод налево. Боровок. И можно обратно на пятак. И вот бросок не получился последний. Это, понимаешь, это уже какая-то угроза. Их не было так... Так много вот этих прострелов не было в первом отрезке. Ух ты! Там лежит... Так, тут выход один на один с угла будет. Прямо сейчас бросок. И отбивает шайбу Игорь Паутов. По этой ситуации Пим поехал в атаку. Два в два атака. Бросок есть! И шайба в воротах. 4-1. 4-1. 4-1 Пим. Четвертый отправляет в ворота соперника. Сделать преимущество еще более комфортно. Теперь же плюс ближайший. Причем, вроде бы и момент броска видел, да? Кротарь. И в целом, наверное, должен был контролировать ситуацию. Но не успел среагировать. И опускалась она, конечно, еще прям очень тяжело для Голупого. Так, пока Пим Бразерс идет в атаку. Опа! Не важно было еще, да? Тренер мог бы, наверное, положить. Как минимум не уменьшается. Что игровое, что по результату. И еще одна попытка выйти на ударную позицию. Играем дальше. КВ в атаке. Крюшка-крюшка! Еще крюшка! Вы видели, он обыграл. Быстрая атака от Звезды России. С броском, с добиванием! Вот это шанс! Птиченко добавлял после броска Руслана Александрова. 40 секунд играть еще. Оранжевые шайбы. Атака 3 в 1. Коке Бразерс! Корней! Браво! Браво! Кит-трик Корнея! И мета плюс 2. 6-1! 6-1! Ну, мне кажется, в этом матче уже... Корней его тут вывел. Поехали! Вроде не спешили. Не спешили. Спокойненько Корней. Целился, попал. Удальнюю 9. Там паучок умер. Смертью храбрых пал Паук. В девятке ворот Звезды России. Плюс 5. Коке Бразерс остается 10. И последний атака Звезды России. Которая, в принципе, оставила неплохой след в этом регулярном чемпионате. То есть о Звезде России говорили. Со Звездой России говорили. Не все получилось. Команда расстроена. Ну, так или иначе, за участие как минимум спасибо. За эмоции в том числе. Огромное спасибо. За медийность. Тоже. Но не получилось. Сегодня выходили с хорошим настроем. Вели в счете. Гол. Первый же сменит. Какая там? Пятнадцатая секунда была. Но эта шайба, к сожалению, для Звезды России осталась одной единственной в этом матче. Да, вливая победа. Хоккебразов странно звучит, но именно вливая.